Общество анонимных влюбленных. В Чебоксарском камерном театре идет репетиция спектакля под таким названием «В чувствах главных героев», разбиралась Юлия Важенина. Любовь – это наркотик. Сейчас мне хорошо, но я боюсь синдрома отказа, то есть ломки. Я ужасно этого боюсь. Здесь все говорят о чувствах, решают любовные вопросы, но главное – смотрят, как любят другие. Чтобы сделать вывод, каково же их собственное чувство. В центре повествования группа людей больных, страшной болезнью и мечтающих излечиться. Наш спектакль о том, что все мы разные. Мы любим по-разному, мы живем по-разному, мы ощущаем, чувствуем. Моя героиня ищет любовь. К сожалению, она ее не находит. Пытается всякими способами обратить на себя внимание. Общество анонимных влюбленных – пьеса русского писателя Алексея Слоповского. Свою интерпретацию постановки представляет начинающий режиссер Кирилл Корсаков. Это его первый спектакль. Автор мечтает поднять столицу Чувашии на один уровень с ведущими культурными центрами страны. Главная суть спектакля и вообще театра для меня лично – это уйти с вопросом, что-то поменять в своей жизни. Шесть человек приходят и утверждают, что любовь – это болезнь. Они хотят излечиться от этого, потому что это большой груз. И потом в конце они понимают, что все-таки она есть вот такая, но она все-таки существует. Сергей Данилов присоединился к труппе за две недели до премьеры. Но у актера не было особых трудностей при вхождении в спектакль. Он на сцене уже 20 лет. В постановке Сергей играет сложного персонажа, потенциального самоубийцу. Но чем неоднозначнее характер героя, тем интереснее его играть. Мне всегда хотелось и хочется играть характерную роль отрицательных персонажей. Когда, я так называю, розовые сопли, когда там полностью положительный персонаж, когда он даже слова плохого в жизни своей не скажет. Ну что там, неинтересно играть у него. Здрасте, пожалуйста, до свидания, я вас люблю. Отрицательный персонаж, он, как правило, характерный персонаж. Его можно обыграть с разных сторон, по-разному. У него может быть куча недостатков, как в дикции, как в движениях. Премьера этого спектакля уже была, но сейчас режиссер дорабатывает нюансы, по-новому интерпретируя некоторые сцены. Мы познакомились с цветочком магазине. А выходили из цветочка магазина, как будто грубиян толкнул ее. Цветы рассыпались. Одной рукой я дал грубияну по морде, другой я собрал цветы и приводил с ней. С цветами и без всех ценителей искусства ждут 12 ноября. На премьере новой версии постановки. Юлия Важенина, Бахстер Велиев, Республика.